Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Биткоин вчера уходил вниз вместе с альткоинами, и я начал понемногу затариваться. Но я вас предупреждаю, будьте осторожны, может уйти еще ниже. Несколько месяцев я об этом предупреждал, и биткоин уже почти опустился к моей цели. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Надеюсь, вы не пропустили мое видео в марте. А если проигнорили, то я удивлен, потому что в ноябре 2021 года я был единственным человеком на планете, который предсказал разворот рынка. А затем в марте этого года я снова предсказал разворот рынка, и я удивлен, что многие зрители мне не поверили. А теперь давайте перейдем на графики по биткоин. И те, кто потерял деньги на этом проливе, продолжайте учиться, считайте, что вы заплатили за свои уроки. Покет плюс 2,5%, эфириум 0,20%, доджкоин на месте, общая капитализация рынка тоже на месте, биткоин 65 тысяч, но чуть раньше опускался на 64, и там зашли торговые объемы, это хорошо. Криптогуру бот все еще держит сигнал на покупку, которую он дал в феврале прошлого года. Этого бота можете получить на моих курсах по криптотрейдингу. Стохастик направлен вниз, на дневном стохастик в перепроданности, но и низкие торговые объемы. Видите, как падают торговые объемы. А объемы предсказывают цену. Вчера был всплеск на торговых объемах. Но если вы посмотрите на недельку, то вы увидите, в целом, торговые объемы все-таки падают. И давайте сравним, какие торговые объемы были раньше, когда биткоин шел на 74 тысячи. Торговые объемы были тогда, смотрите, 1,2 миллиона в неделю. А на прошлой неделе торговые объемы были 599 тысяч. Поэтому получается в два раза меньше. Также на биткоине мы видим двойную вершину, о которой я тоже предупреждал. Одна двойная вершина там, другая здесь. Это как бы две двойные вершины поменьше. Либо одна большая. Всех я об этом предупреждал. Цель у меня по-прежнему 63 тысячи долларов. Но основная цель это 59 тысяч. Все с меня ржали, я помню, когда я ставил эти заявки. Уже больше месяца я держу эти заявки. Также здесь восходящий клин, о котором я всех предупреждал уже несколько недель и недель. Все это я предсказывал. Первая цель 63 тысячи долларов. Биткоин уже опускался на 64 тысячи. Так что близко подходит к моей цели. Но пока что напомню, что если вы хотите торговать вместе со мной, то под видео полезные ссылки. На Bybit регистрируйтесь, получайте бонус до 30 тысяч долларов. Два, проходите мои курсы по криптотрейдингу, учитесь техническому анализу. И три, присоединяйтесь к телеграмму, где уже около 9 тысяч трейдеров. На моем торговом аккаунте Bybit заявки на биткоине на 3 биткоина по 63 тысячи долларов. И на 5 биткоинов по 58. Также на 500 тысяч доджкоинов по 0.094. И также я взял на споте. Покет у меня на 2.27%. На 40% я в USDT, 17% MCR Team, 16% в биткоине. Я купил вчера 1.2 биткоин. Доджкоин на 9%. Юнисвап на 7%. Ворлдкоин на 6.9. На балансе 590 тысяч 200 долларов. Примерно столько же, сколько и вчера было. 26 тысяч 300 долларов, плюс 200 тысяч, плюс 63. Итого получается примерно 300 тысяч я в кэше. Наполовину от торгового баланса. MCRT на 85200, минус 1%. Биткоин на 82.900, минус 1%. Додж на 45.800, минус 3.6%. Доджкоин я вчера покупал. И биткоин тоже вчера брал. По 65 тысяч примерно. Юнисвап на 36.200, минус 5.8%. Тоже вчера подбирал по 9 с чем-то. Ворлдкоин на 34.900, минус 4.2. И Покет на 11.300. Тоже вчера подбирал на этом падении. Ну и также чуток эфира на 1900 долларов. Вот то, что я держу на этом аккаунте. Теперь у меня много USDT, много MCRT, много биткоина, который я вчера подобрал на падении. Доджкоин на 45.800. И посмотрите, где я взял доджкоин. Прям четко поймал дно. Прекрасно. Полюбуйтесь. Идеально. Какая покупка. А теперь давайте посмотрим на график. Доджкоина. Доджкоин 0.122. Опускался на почти 11 центов. Почти коснулся моей большой заявки, которую я ставил. Но я там все равно успел подобрать. И уже зарабатываю. Прекрасно. И можно сказать, наверное, что уже закончилось это падение. Потому что, может быть, и нельзя. Здесь большой нисходящий треугольник. Внутри создается давление. И, как правило, выходим вверх. Но это падение, конечно, подломало всю систему. Потому что... Смотрите, вот тут было касание. Еще одно. И тут пролетели вниз. Теперь, конечно, мы снова над трендовой линией. Но все-таки пробивали ее. Если доджкоин удержится на этом уровне, то тогда, возможно, будем выходить вверх из этого треугольника. Сейчас как раз уже и пора это делать. Тем не менее, довольно опасная ситуация. И также доджкоин близко подходит к другому уровню поддержки. А этот уровень поддержки находится на 9 центах. И если доджкоин не удержится на 11, то пойдет как раз на 9. Именно поэтому у меня и стоит заявка на 0.094. Не забывайте присоединиться к моему телеграмму. Там около 9 тысяч трейдеров. Всегда есть кто-то онлайн, с кем можно пообщаться. Что трейдеры, в общем-то, и делают. Общаются, делятся торговыми идеями. Вот сейчас, например, 120 человек онлайн. И 3439 человек в чате. Ссылка есть в описании под видео. Ну что ж, на этом на сегодня все. Прошлись по рынку. Я купил вчера на этом падении. И цены пока что находятся примерно на том же уровне, как я и брал. Доджкоин, например, я купил по 0.113. А сейчас цена 0.122. Также я купил Покет. И сейчас Покет находится примерно на том же уровне. Но опускался даже еще ниже. На 0.077. А я покупал примерно по 0.08. Там же, где сейчас Покет и находится. И что еще? Доджкоин. Юнисвап на 36400. Немного подрос. Юнисвап я тоже брал примерно по той же цене, по которой он сейчас и торгуется. По 9 долларов 80 центов. Но опускался еще ниже. На 9.20. Было бы, конечно, лучше взять по 9.20. Но выше я там продал. Смотрите. Очень хорошее было решение. Продать перед падением. И купить можно было, конечно, по 9.20. Что еще? Ворлд Коин на 35000 минус 4%. В общем, вчера я много что подобрал, но цены пока что примерно на том же уровне. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Надеюсь, эти видео для вас полезные. Смотрите эти видосы, учитесь. Это все бесплатно. И опять же, я был единственным человеком во Вселенной, который предсказал вершину рынка в марте этого года. Так же, как я был единственным человеком, который в ноябре 2021 года тоже предсказал. Поздравляю всех, гуру. Это были великолепнейшие сигналы. Поделитесь этим видео со своими друзьями. И скажите им, что я единственный человек в мире, который дает такие сигналы. Всем хорошего дня. И увидимся завтра.